Чудотворный образ Фёдоровской иконы Божией Матери Очень редко покидает свою обитель Богоявленский женский монастырь города Кострома Её прибытие на Кубань – величайшее событие в духовной жизни верующих края Это величайшая святыня, и милостью Божией мы сейчас принимаем её в действие Это не список, это оригинал В день Великого Церковного Праздника Сретения Господней Ичане встречали одну из самых почитаемых святынь православного мира Фёдоровскую икону Божией Матери Чудотворная Фёдоровская икона Пресвятой Богородицы известна с XII века Перед этим образом молился великий князь Александр Невский Фёдоровскую икону он брал с собой в военные походы Святой чудотворный образ всегда сопровождает великие события в истории государства российского Это особо чтимая святыня Царственного дома Романовых Переходившие из Янославия в православную веру Невесты членов царской семьи брали себе отчество Фёдоровна Торжественную божественную литургию в Свято-Никольском кафедральном соборе Возглавил епископ Ейский Тимошевский Герман В храме собралось огромное количество молящихся В ожидании чуда общения со святым образом люди молились и на улице Ретрансляция богослужений велась прямо из кафедрального собора Приложиться к иконе вместе с родителями пришло множество детей Некоторые из них исповедовались и причастились Это ещё больше усилило значимость события Чудотворная Фёдоровская икона Божией Матери с давних времён Почитается православным народом Как покровительствующая семейному благополучию Рождение и воспитание детей, помогающее в трудных родах В болезни, в скорби Всегда люди прибегали к покрову Царицы Небесной И вот она сегодня к нам пришла В наш город Ейск Поэтому мы сегодня так усердно молились Пусть покров Божией Матери пребывает на семена Пусть вот эта встреча, которая сегодня состоится здесь А ведь, наверное, пришли многие люди, может быть, впервые в церковь И вот произойдёт эта встреча с Богом, с Богом Владенцем Ведь Богородица на руках держит Бога Владенца Пусть он войдёт в сердце этих людей Которые ищут дорогу к храму Этой иконой великий князь Ярослав Всеволодович Благословлял своего сына Александра, причисленного впоследствии Русской Православной Церковью Клику святых благоверного князя Александра Невского На брак с полоцкой Княжной Пороскевой Образ святой великомученицы Пороскевой Изображён на оборотной стороне иконы Я просил икону Фёдоровскую, чтобы она помогла моим детям Здравия, внучке моей, здравия А также, чтобы был мир с Украиной Благословить честь себе, особенно своим детям Такая благодать, вы знаете, я не могу это словами передать Я просила Богородице здоровья, счастья И чтобы у нас была семья, хорошо всё Чтобы у нас появилась квартира, чтобы папа пошёл на хорошую работу И чтобы с дедушкой выздоровел Здоровья, счастья и многое другое, ну, чтобы не болели И сейчас очень хотелось ещё просить помощи у Матушки Потому что время трудное такое сейчас Поэтому вот с особым чувством надежды на помощь, на мир Два дня до позднего вечера шли и шли люди к православной святыне Приезжали делегации из других благоченней епархии Каждый час священники читали Акафис при Святой Богородице И верующие молились вместе с ними Одна из самых горячих молитв о мире на Украине Каких только чаяний, желаний и просьб не услышала Богородица Люди верили в то, что они обязательно исполнятся Только за последние 20 лет летопись Богоявленской обители Хранит более сотни случаев чудесной помощи Божией Матери Совершаемых по молитвам у святого образа Фёдоровской иконы Сегодня мы говорим о следующей теме Нового Завета Тема благовещения Вообще-то слово Евангелия, как раз переводится, как благая весть Что за событие произошло? Архангел Гавриил возвестил Деви Марии о том, что у неё родится сын Тот самый Мессия, которого ожидает всё человечество Этот сюжет всегда приковывал внимание, начиная с самых древних художников С самых первых веков христианской эры Но особое развитие, конечно, этому сюжету дали итальянские художники эпохи Возрождения Именно они показали смысловое значение Значение этого сюжета, значение для человека Именно эпоха Возрождения повернула искусство не просто к изображению внешнего чего-то Но к изображению внутреннего состояния человека, внутреннего мира И это искусство обращено не только в прошлое, не только к тому событию, которое произошло очень много лет назад Но оно обращено в будущее Именно итальянские художники первыми открыли вот этот новый путь видения Знаменитое семейство мастеров Липпи Это Фра Филиппо Липпи, Филиппина Липпи Они оба писали этот сюжет, сюжет Благовещения Из художников именно этого времени очень интересная работа, посвященная этому сюжету Это художника Чима да Канильяна И вот тут нужно обратить внимание Именно первая работа великого Леонардо да Винчи Первая самостоятельная работа Это была как раз работа Благовещения Это еще не Великий Леонардо, это еще не Джаконда, это еще не Тайная вечеря Но это переход от более низших ступеней к высокому возрождению Именно в этом произведении молодой Леонардо показал, заявил себя как великого гения Очень интересный этот сюжет обыгрывали мастера венецианской школы Конечно, Венеция, это можно считать, что хоть это и мастера возрождения, но они как бы уже зарождают искусство нового этапа, барокко Это вот какой-то динамист в движениях, это переход к интересным тонам, где все что-то струится, переливается И когда смотришь на эти произведения, то непонятно, оно живое или не живое То есть движение реалистично, оно как бы смотрит на нас Это художники такие, как Тициан Вечерева, классика венецианской школы, Паула Варенези И уже как бы продолжение верхом этого искусства барокко в 18 веке, опять же, венецианский художник Джованни Бодиста Тьепова К этому сюжету очень часто прибегали мастера испанской школы Ну, конечно же, непревзойденный мастер вершины испанской школы Это Эль Греко, Бартоломео, Эстебан, Мурильо Это очень интересные такие работы, в которых чувствуется уже переход от возрождения к классицизму Переход тонов, Хоседран Танелес Фламандские художники, конечно, бесподобные Петра Паула Робинса С его вот этими пышными такими фламандскими формами, с широкими мазками И тем не менее, он как бы оживляет эту тему У Робинса это как бы бытовой сюжет, не из первого века Изображены люди современные ему, это его современники И вот самое интересное, вот из этого периода, 17 века, это нидерландский художник, малоизвестный, Маттио Стомар Он так интересно изобразил сцену Благовещения Если обычно художники изображают Ангела и Марию В нем при свете Стонер изобразил ночь Архангел является Деви Марией в присутствии свечи Только свет свечи вырывает эти лица, эти образы Пожалуй, вот самое необыкновенное произведение из серии вот этих сюжетов Хотя, казалось бы, художник не такой уж и известный Конечно, все великие мастера прибегали к этому сюжету Николай Пуссен, это великий художник классицизм 18 века французский Если мы берем немецких художников, то это художник, допустим, 18 века Антона Рафаэль Мэнгс Художник, который воплотил в себе сочетание такой вот классической академической школы И одновременно сохранил навыки вот того древнего немецкого возрождения Из художника уже более позднего времени, 19 века, Морис Денин Художник-символист, который, в общем-то, совершенно в другом стиле работал Но он так трепетно подошел к этому сюжету, что он даже забыл о своих каких-то модельнистских приемах Американских художников конца 19-го, начала 20 века Генри Ассава Танея Это действительно художник-реалист И несмотря на то, что это какое-то реалистическое произведение В нем чувствуется была вдохновенность Именно нежность, трепет, к чему он прикасается И, конечно же, нужно вспомнить прияду тех художников Которые, в общем-то, может быть и незаслуженно забыты у нас в стране Это прерафаэлисты Это целая плеяда художников конца 19-го, начала 20-го века Вершиной этой плеяды является мастер Данте Габриэль Рассетти Самый известный, конечно, из этих художников Джон Уильямс Уотерхаус Стиль манера высокого возрождения Рафаэля Но подход уже совершенно другой Подход человека переходного периода Переход от 19-го, 20-го века Уже брожение бумаг И все это отражается в их полотнах Хотя при этом сохраняется классическая такая вот интересная форма Вспомним Джорджа Хилларда Свистланда Эдварда Берна Джонса Джона Кальера Это все произведения прерафаэлистов Кажется, что они чем-то похожи друг на друга Кажется, что рисовал как бы один художник Но, тем не менее, это индивидуальность И благовещение каждого из этих художников Это индивидуальная вещь То, что художник может видеть своими глазами И передать так, что смотря на разные эти образы Мы видим главное Если мы говорим о наших отечественных художниках То, конечно же, художник-классицист 18-го века Боровиковский Мы его знаем по серии портретов знаменитых Но мало кто знает, что он писал именно образа для церквей Но это уже не икона Это уже переход от иконы к художественному произведению Поэтому, когда смотришь на произведение Боровиковского То чувствуешь нечто уже другое Это уже не русская иконопись Это западноевропейская живопись Но, тем не менее, его работу украшают наши храмы Конечно, как забыть великого классика Александра Иванова Мы помним только одну работу Приявления Христа народным Ведь у него очень много работы Михаил Нестеров Это уже переходный период Чем интересен Нестеров А если с Нестеров посмотреть еще на другого художника Григория Гагарина Глядя на эти два благовещения Чувствуешь нечто удивительное То, что только в русской школе Они взяли как бы основу современную Но перенесли на эту основу Канонические изображения Ангела и Девы Марины Даже не военошек Картина этой или икона Настолько вписана одно в другое Настолько удивительно И, в общем-то, удивительно то, что Почему мы в наше время не обращаем внимание На эти произведения Если мы говорим опять же о русских художниках То художники-передвижники Такие, как Поленов Очень диалистичное благовещение Очень диалистичное Но тоже русское Если посмотрим на эти лица Это действительно русское благовещение Он посмотрел на сюжет благовещения Глазами русского человека Это Суриков, конечно же Интересный был художник Конца 19-го, начала 20-го века Имеющий украинское происходение Александр Мурашко Он тоже очень интересно Изобразил сюжет благовещения И, наверное, вот этот переходный период Оказал влияние и на современных наших художников Горшунова Татьяна По-своему она в стиле уже модернистов Мы смотрим на это благовещение Оно может быть и непонятно С точки зрения классицизма Но если посмотреть на внутренние составляющие То мы как раз таки увидим Вот тот самый сюжет Ну и, конечно же, наша современница Это Позникова и Ветта Ее благовещение настолько интересно Настолько удивительно Тут мы видим и пиарафейлистов Тут мы видим и русскую традицию Традиции реализма Время продолжается А сюжет остается вечным И с каждым поколением художники Находят что-то новое в этом сюжете И, наверное, пройдут времена И создадутся новые произведения Которые, может быть, мы уже не поймем Но все равно они будут о главном О той самой благовой вести Которую возвестил Архангель и Еви Мария День православной молодежи Отмечается в России уже более 16 лет В Ейском благочении Эта традиция зародилась 5 лет назад Организаторы каждый раз готовят Новую программу празднования Главная цель этого мероприятия Сплочение молодежи Формирование у них духовно-нравственного потенциала И любви к родине Вот почему мы говорим очень часто Особенно когда говорим о наших ветеранах О том, что вот они передают свой опыт То, что они слышали, видели Во время Великой Отечественной войны Они делятся этим с молодыми людьми И как хорошо сохраняется эта преемственность Патриотизма Когда от сердца к сердцу Передается определенная информация И сердце молодого человека зажигается На то, чтобы Точно такой же подвиг Если надо будет Обязательно Я совершу День православной молодежи Традиционно отмечается в праздник Сретения Господня Накануне этого дня Православная, еще пока не воцерковленная Молодежь Ейского района Приняла участие в христианской ролевой игре Странник Очень хочется, чтобы наша молодежь Смотрела трезво На то, что их окружает Потому что Именно это им даст Такую прививку Способную сохранить их душу в чистоте Эта игра проводится уже во второй раз Если вначале в ней принимали участие Всего пять команд То в этом году уже одиннадцать Самое главное Это наше поведение Это наши взаимоотношения Поэтому сегодняшняя игра покажет Насколько вы милосердны Насколько вы внимательны друг к другу Насколько вы умеете сопереживать Сочувствовать И идти к поставленной цели Не отвлекаясь на посторонние Какие-то ситуации Все задания игры Странник построены так Чтобы команды преодолевали препятствия И трудности Опираясь на христианские заповеди Перед началом Молебен на благое начинание Который положил первый камень В общий настрой команд Маршрут прохождения этапа Был указан в свитке странствий При расшифровке которого Надо проявить смекалку и сообразительность Уже первый этап Чтения Евангелия И правильность толкования прочитанного Вызвал у некоторых команд затруднения Детям был предложен вариант На циклонославянском языке И на русском языке После прочтения Они должны были ответить Название праздника назвать Также должны были ответить Про что праздник Действующие персонажи праздника И вообще общий смысл И для чего Слава Богу Все дети справились с прочтением Одна команда даже смогла На циклонославянском прочитать К сожалению возникли трудности С самим праздником Названием Либо с общим смыслом праздника Но в общем В общем команда все справились Слава Богу Самый легкий этап мне показался Чтение Евангелия Так как я служил в раме Петра и Павла И мы часто читаем по такому языку В большинстве своем Команды справились и со вторым заданием Крылатые слова Здесь нужно было выбрать Из нескольких вариантов Правильность толкования К цитате из Библии Вопросы были сложные Нужно было подумать Нам помогал командный дух Командный дух помог ребятам Школы поселка Степной Сразу же выбиться в лидеры Раз, два Раз, два Раз, два Пятиклассник Альберт Перепелицын Капитан команды Несмотря на свой юный возраст Правильно спланировал стратегию Ребята везде справлялись с заданием на отлично Что и позволило им Закончить игру первыми Команда поселка Степнова Закончила все этапы первых Сейчас это звучит колокол торжества В игре было несколько заданий Формирующих милосердие Определение жизненных принципов И нравственных приоритетов Каждая команда получила Золотое яблоко Представляющее капитал На который можно добыть еды Спасти друга Заработать дополнительный балл Правильность выбора Оценивало жюри Золотое яблоко Мы отдали беженцам Украину Изучая основы православной культуры В школе, а на Кубани этот предмет введен в школьный курс Ребятам пришлось применить свои знания на практике Дети показали очень уверенные результаты То есть они знают материал Знают тему Вообще очень приятно Когда дети, в общем-то, интересуются Интересуются тем Что, в общем-то, когда-то для них было незнакомо Положительная динамика есть С приходом епископа Вот Владыка очень заинтересован В близком, тесном сотрудничестве Священнослужителей Приходов с образовательными учреждениями И эта работа у нас уже налажена достаточно хорошо За каждой школой закреплен священнослужитель Теперь родитель, подросток, учитель Может позвонить по контактному телефону Договориться о встрече Напроситься на беседу к батюшке Теперь они у нас желанные гости Самым сложным этапом для многих команд оказался этап 7 Пришел, увидел, победил Этап этот, посвящен 70-летию победы Советского народа в Великой Отечественной войне И память о победе русского оружия Предлагается соотнести высказывания полководцев С их изображениями А также святых с их ликами Осталось только порадоваться за тех ребят Которые не спасовали перед трудностями Проявили милосердие и взаимовыручку В решении нестандартных ситуаций В этой игре мы участвуем впервые В игре странники готовятся Особенно никто не готовился Просто дети читали дополнительно Занимались, тренировались Вот так поучаствовали Я думаю, что им понравилось Для меня это, так сказать, была первая И очень необычная игра Наиболее самым сложным этапом Мне показался Отгадывать фразы Великих полководцев То есть было очень сложно Мы сначала сопоставили по одной фразе Но нам полностью не сказали Полностью правила И поэтому мы потратили очень много времени На данный этап Но все же мы сумели прийти к финишу вторыми Молодежь должна развиваться В плане своей религии И должна не то, чтобы условно верить А искренне верить в Бога Иисуса Христа И такие игры помогают им Вести такую веру Завершилась игра странник Совместным чаепитием И, конечно же, награждением Особо отличившихся участников Вот такие игры Они, конечно же, прежде всего Работают на развитие Нравственности ребенка На становление его характера Ну и вообще кругозора Наблюдая за лицами детей На молебне Отметила для себя Как это здорово, что мы приблизились к церкви К православию К работе с молодежью в Ейской епархии Особое отношение В храмах рады видеть юношей и девушек Из разных семей Православных и далеких От христианского образа жизни Главное, чтобы их объединяла цель Народственного самосовершенствования Субтитры создавал DimaTorzok